Глава двадцатая. Исчезновение олигарха. В одну и ту же ночь от Кубы до Калифорнии из многих десятков крепостей и тюрем, гражданских и военных, были освобождены 51 из 52 социалистических депутатов и более 300 других видных деятелей. Неудача нигде не последовала. Их не только не удалось благополучно вывести из мест заключения, но благополучно доставить до наших тайных убежищ. Только одного товарища, депутата Арчера Симпсона, нам не удалось освободить, потому что он умер на Кубе после жестоких пыток. 18 следующих месяцев были самыми счастливыми месяцами моей жизни с Эрнестом, потому что мы были почти неразлучны. Впоследствии, когда мы оставили убежище и вернулись в жизнь, нам очень мало приходилось быть вместе. С тем же нетерпением, с каким я жду сегодня первых огней завтрашнего восстания, ждала я в ту ночь возвращения Эрнеста. Я так давно не видела его, и мысль о возможности задержки или ошибки, которая оставит его еще надолго в тюрьме, почти сводила меня с ума. Часы тянулись медленно, как века. Я была совсем одна. Биденбах и трое молодых людей, живших со мной в убежище, пошли в горы, вооружившись с ног до головы навстречу Эрнесту. В эту ночь, вероятно, все убежища в стране были пусты. Как только небо побледнело от первого предчувствия рассвета, я услышала сигнал наверху ямы и дала ответ. В темноте я чуть не бросилась в объятия Биденбаха, который спустился первым, но через мгновение я уже обнимала Эрнеста. И вот в эту минуту я убедилась, насколько окончательно было мое превращение. Я увидела, что только большим усилием воли я могла быть прежней Эвис Эвергард со всеми ее прежними манерами, улыбкой, фразами, интонациями голоса. Только невероятными усилиями удалось мне удержать мой старый облик. Я не могла позволить себе забыться ни на одну минуту, и до того автоматически непроизвольной стала во мне новая, созданная мною личность. Когда мы вошли в хижину, я разглядела при свете лицо Эрнеста. За исключением специфической тюремной бледности он не переменился. Во всяком случае, не очень. Это был тот же мой любимый муж. Мой любимый герой. Лицо немного удлинилось и приняло аскетическое выражение, но это очень шло к нему, так как делало более благородными и более утонченными черты его лица, кипящие жизнью. Он, может быть, стал немного серьезнее прежнего, но в глубине глаз все еще светились искры задорного смеха. Он потерял 20 футов веса, но чувствовал себя прекрасно. В продолжении всего времени заключения он усиленно занимался гимнастикой, и мускулы его были по-прежнему как стальные. По правде говоря, вид у него был лучше, чем до тюрьмы. Прошло много часов, прежде чем он лег спать. Я уложила его, но сама уснуть не могла. Я была слишком счастлива, а к тому же я ведь не бежала из тюрьмы и не скакала много верт сверху на лошади. Пока Эрнест спал, я переоделась, переменила прическу и приняла свой обычный автоматический облик прежнего времени. Когда Биденбах и другие товарищи проснулись, мы составили вместе маленький заговор. Мы все находились в маленькой комнате, служившей одновременно кухней и столовой, когда отворилась дверь и вошел Эрнест. В эту минуту Биденбах обратился ко мне с каким-то вопросом, называя меня Мэри, и я сейчас же повернулась, отвечая ему. После этого я взглянула на Эрнеста с любопытством новичка, которому очень интересно посмотреть на видного героя революции. Но взгляд Эрнеста только скользнул по мне и быстро и нетерпеливо обижал комнату. Меня тотчас же представили ему под именем Мэри Гольмс. В довершении всего на столе стоял лишний прибор, и один стул оказался свободным. Я готова была кричать от радости, видя, что нетерпение Эрнеста все растет. Наконец он не выдержал. «Где же моя жена?» – спросил он резко. «Спит еще», – отвечала я. Это был критический момент. Но мой голос был для него незнакомым голосом. Он не почувствовал в нем ничего родного. Мы продолжали есть. Я говорила много и с большим воодушевлением, как и подобает поклонница героя, и ясно было, что моим героем был именно он. Наконец я дошла до кульминационной точки своего восхищения, и раньше, чем он успел сообразить что-нибудь, я охватила руками его голову и поцеловала его прямо в губы. Он быстро отвел меня на всю длину своих рук, глядя на меня смущенный и недовольный. Все четверо сидящих за столом покатились со смеху, и сейчас же все было объяснено. Но он поверил не сразу. Он осмотрел меня очень внимательно, потом покачал головой, и по лицу его было видно, что он не знает, верить ему или нет. И только когда я встала на минуту прежней Эвис Эвергард и шепнула ему на ухо слова, которые могли знать только он и Эвис, он признал во мне свою настоящую жену. Потом, днем, обнимая меня, он смущенно заявил мне, что испытывает ко мне очень странное чувство. «Ты, конечно, моя Эвис», — сказал он, «но в то же время ты еще кто-то другая. В тебе две женщины, и таким образом ты для меня целый гарем. Ну, по крайней мере, я знаю теперь, что делать. Если в Соединенных Штатах станет очень трудно жить, то мы переедем в Турцию, и я легко приобрету все права гражданства». Жизнь протекала в нашем убежище очень счастливо. Правда, мы работали много, целыми днями, но работали вместе. В течение 18 месяцев мы не теряли друг друга из виду и не были одиноки, потому что все время приезжали и уезжали лидеры движения и разные товарищи, странные призраки подпольного мира заговоров и опасностей, приносящие нам вести с поля военных действий. У нас было много смеха и много радостей. Мы не походили на мрачных заговорщиков. Мы много работали, много страдали, заполняя ряды павших в бою, но, несмотря на всю работу и на всю сложную игру жизни, мы находили время для смеха и любви. К нам часто заезжали артисты, ученые, музыканты и поэты, и, может быть, в нашей яме современная культура была выше и утонченнее, чем в дворцах и роскошных городах олигархов, потому что эти роскошные города и прекрасные дворцы были в значительной степени делом рук наших товарищей. Примечание. В этих словах Эвис Эвергард нет никакого преувеличения. Цветами художественного и интеллектуального мира этого времени были действительно революционеры. За исключением нескольких музыкантов и певцов, а также нескольких артистов и олигархов, все великие творцы того времени, имена которых дошли до нас, были революционерами. Конец примечания. Мы не были заперты в нашем убежище, как в тюрьме. Часто ночью мы катались по окрестным горам на лошадях Уиксона. Если бы только он знал, скольких революционеров возили его лошади. Иногда мы ездили пикниками в известной нам безлюдной местности и оставались там целый день, уезжали на рассвете и возвращались, когда было темно. Точно так же мы пользовались уиксоновскими сливками и уиксоновским маслом, а Эрнест охотился на уиксоновских перепелов и кроликов, а иногда и на молодых оленей. Примечание. Даже в это время все еще сливки и масло приготовлялись из коровьего молока. Лабораторное приготовление пищевых веществ началось гораздо позднее. Конец примечания. Действительно, наше убежище было очень удачным. Я уже говорила, что оно было открыто посторонним человеком только один раз. И это напоминает мне, что я должна еще рассказать о таинственном исчезновении Уиксона-младшего. Теперь он уже умер, и я совершенно спокойно могу рассказать эту историю. На дне нашей ямы был уголок, куда солнце проникало значительную часть дня и который в то же время был замаскирован сверху вьющимися растениями. Мы натаскали туда кучу гравия со дна ручья, и это было сухое и теплое местечко, где мы лежали целыми часами. Однажды после обеда я дремала здесь с Томиком Менденталля в руках. Примечание. Во всей литературе и других документов этого периода постоянно упоминаются поэмы Рудольфа Менденталля. Товарищи называют его «Пламенным». Несомненно, что это был гениальный писатель. К сожалению, кроме спутанных и отрывочных фраз, приводимых другими, до нас не дошло ничего из его произведений. Он был казнен железной пятой в 1928 году. Конец примечания. Мне было так хорошо и спокойно, что даже его пламенная лирика не волновала меня. Меня разбудил комок земли, упавший к моим ногам. Вслед за этим я услышала, что кто-то карабкается сверху, и через мгновение молодой человек, сделав последний прыжок с крутой стены, стоял около меня. Это был Филипп Уиксон, хотя тогда я его еще не знала. Он посмотрел на меня внимательно и хладнокровно и присвистнул от удивления. «Ну-ну!» – пробормотал он. А затем, сняв шляпу, произнес. «Прошу прощения, я не думал, что здесь может быть кто-нибудь. Что касается меня, я вовсе не была так хладнокровна. Я все еще была новичком и часто терялась в таких трудных случаях. Впоследствии, когда я была уже интернациональным шпионом, я бы, конечно, не вела себя так глупо, как в этот раз. Я вскочила на ноги и издала наш призывной звук в случае опасности». «Зачем вы это сделали?» – спросил он, испытующий, глядя на меня. «По всему видно было, что он совершенно не подозревал о моем присутствии, спускаясь сюда». Я вздохнула с облегчением. «А как вы думаете, зачем я это сделала?» – спросила я в свою очередь. «Право же, я делала одну глупость за другой». «Не знаю», – протянул он, покачивая головой. «Может быть, у вас там где-нибудь есть друзья?» «Во всяком случае, вам следовало бы объяснить мне, зачем вы здесь находитесь. Мне это что-то не нравится». «Вы должны, конечно, знать, что вы находитесь в чужих владениях. Эта земля принадлежит моему отцу и…» В это мгновение Биденбах своим обычным, вежливым и мягким тоном сказал негромко за его спиной. «Руки вверх, молодой человек!» Уиксон-младший быстро поднял руки и повернулся к Биденбаху, который направлял на него Маузер. Уиксон не двигался. «Ого», – сказал он, – «гнездо революционеров, очевидно, и довольно зловредное гнездо. Могу сообщить только, что вам не придется долго здесь оставаться. Но, может быть, вы пробудетесь здесь достаточно долго, чтобы изменить свое решение», – спокойно возразил Биденбах. «Я попрошу вас последовать за мной в наше жилище». «В ваше жилище?» Молодой человек был чрезвычайно удивлен. «Что же у вас здесь, катакомбы, что ли?» «Я, впрочем, слышал о таких вещах». «Идемте за мной и увидите», – отвечал Биденбах со своей очаровательно веселой манерой. «Но ведь это противозаконно», – попробовал возмущенно протестовать Уиксон. «То есть против вашего закона», – многозначительно возразил террорист. «По нашему закону, можете мне поверить, это так и полагается. Вы должны как-нибудь свыкнуться с фактом, что очутились совсем в другом мире, не похожем на мир насилия и жестокостей, в котором вы были до сих пор». «Но об этом можно очень и очень спорить», – пробормотал Уиксон. «Вот вы и останетесь с нами, и мы будем обсуждать все эти вопросы». Уиксон-младший расхохотался и последовал за Биденбахом в дом. Его отвели в заднюю комнату, вырытую под землей, и один из наших младших товарищей остался около него, пока мы обсуждали в кухне создавшееся положение. Биденбах со слезами на глазах заявил, что Уиксона придется убить, и страшно обрадовался, когда мы единогласно провалили это предложение. Но, с другой стороны, нельзя было и думать просто отпустить молодого олигарха. «Подождите, я, кажется, придумал», – сказал Эрнест. «Мы оставим его у себя и займемся его воспитанием». «В таком случае я беру на себя обязанность заняться с ним правом, – воскликнул Биденбах. Таким образом, было принято решение, сопровождавшееся веселым смехом. Филипп Уиксон должен был остаться с нами в качестве пленника и изучить нашу социологию и нашу этику. Но прежде всего, нужно было замести все следы юного олигарха. Это взял на себя Биденбах и старательно проработал весь оставшийся день, пока не осталось ни малейшего знака. Точно так же были уничтожены все следы по каньону, ведущей к нашей яме. Когда уже стемнело, явился Джон Карлсон и потребовал сапоги Уиксона. Молодой человек не пожелал сначала расстаться со своими сапогами и чуть было не вступил из-за них в драку. Но, почувствовав, железную силу рук Эрнеста сдался. Впоследствии Карлсон рассказывал, что он до крови натер себе ноги, надев эти маленькие сапоги, но зато он очень ловко оборудовал все дело. С того места, где кончались следы молодого человека, Карлсон прошел в его сапогах влево вниз. Он шел таким образом несколько миль, обходя холмы, переходя через лощины и каньоны, и в конце концов скрыл следы в воде одного ручья. После этого он опять надел свои сапоги и вернулся к себе. Только через неделю Уиксон получил назад свои сапоги. В эту ночь были спущены все собаки, и мы очень плохо спали в нашем убежище. На следующий день много раз доносился до нас лай собак из каньона, где они исследовали следы Карлсона, сделанные им накануне. И все это время наши были на готове, в полном вооружении, с револьверами в руках, не говоря уже о полдюжине адских машин биденбаховского изготовления. Трудно себе представить, до чего были бы изумлены люди, рыскавшие наверху, если бы случайно попали к нам. Но, к счастью, все кончилось благополучно. Розыски вскоре прекратились, и наше убежище не было обнаружено. Вот как произошло исчезновение Филиппа Уиксона, бывшего олигархом и впоследствии ставшего нашим лучшим товарищем. Нам удалось совершенно обратить его в нашу веру. У него был гибкий, свежий, разносторонний ум и очень благородный характер. Несколько месяцев спустя мы отправили его на лошадях через Саномские горы к реке Петалуми, откуда он уехал на маленькой рыбачей барке. Нашей обычной подпольной дорогой мы перевезли его в убежище Кармель. Там он провел еще восемь месяцев, а по окончании их должен был расстаться с нами по двум причинам. Во-первых, он влюбился, как и все, в Анну Рольстон, а во-вторых, он уже был одним из наших. Только убедившись в полной безнадежности своей любви, он согласился на наши требования вернуться опять к отцу. До самой смерти он жил в семье олигархов в качестве одного из самых ценных наших агентов и исполнял очень многие ответственные поручения. Очень часто железная Петан недоумевала, отчего терпят неудачу ее строго рассчитанные планы. Если бы она знала, сколько человек из ее среды были нашими тайными агентами, она бы, конечно, не удивлялась. Уиксон-младший ни разу не колебался в своей преданности делу. Его смерть явилась тоже следствием добросовестного исполнения своих обязанностей. В 1927 году, присутствуя во время большой грозы на собрании наших лидеров, он схватил воспаление легких, от которого и умер. Примечание. Случай с этим молодым человеком не был единственным. Многие юноши, принадлежавшие по происхождению к олигархии, очень часто переходили на сторону революционеров из этических побуждений или же потому, что на воображении их действовал героизм обстановки революционной работы. По тем же самым причинам дети русских дворян сыграли такую выдающуюся роль во всех революциях этой страны. Конец примечания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин